Девушки отдыхают Да, и на что, собственно, эти деньги будут тратиться, и кто победил в конкурсе президентских грантов, мы будем говорить об этом во втором части Дневного Разворота, сейчас будем по порядку представлять наших гостей. Ох, как жаль, что у нас трансляции-то теперь нет из студии, да, потому что у нас такой просто очень представительный состав, два микрофона, на них четыре гости, еще мы с Владимиром, в общем, нас много. Так, наверное, слева направо пойдем. По порядку, да, как тебе удобно, начинай с человека, который рядышком сидит. А, хорошо, тогда в обратную сторону. Тогда Михаил Курашин, эксперт регионального центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, надеюсь, ничего не перепутала. Нет, добрый день. Добрый день. Добрый день. Елена Сунцова, методист межрегионального центра инновационных технологий в образовании, добрый день. Добрый день. Да, Елена у нас сегодня представляет проект, который называется «Педагогическая забота». Дальше. Александра Соболева, председатель Кировского, вот дальше, Кировского регионального отделения общественной организации помощи больным муковисцидозом, воздушный шар. Кировская региональная общественная. Кировская региональная. Да, мы настоятельно. Наша, Кировская региональная, сугубо, да. И? И Екатерина Каретникова, клинический психолог, руководитель образовательного отдела организации «Дорога и добра» общественной организации помощи родителей детей-инвалидов. Добрый день. Здоровайтесь, чтобы было слышно. Спасибо. Распределять будем по справедливости. Форум не получится, по порядку будем, да. Да, значит, не сказала я, что Александра и организации «Воздушный шар» представляют проект, который называется «Лёгкое дыхание», а у проекта «Дорога и добра» у него очень длинное название. Это проект, который направлен на помощь семьям, где воспитываются дети с расстройством аутистического спектра. Да. Вот. Такая история. Но сначала мы про деньги будем говорить. Давайте с общих каких-то вводных данных начнём. В этом году конкурс крантов чем-то отличался. Были какие-то новации или это достаточно отработанная система, и с годами ничего не меняется. И, в общем-то, наш кировский опыт, наработанный, он даёт вот такие положительные результаты из года в год. Михаил Вячеславович. Ну, во-первых, да, я хочу поздравить всех победителей данного конкурса и в очередной раз отметить, что, если, предположим, в абсолютных цифрах мы, как бы, там, явно уступаем той же, там, предположим, Удмуртии по количеству победивших заявок, ну, однозначно... У нас их 18, то есть вот у нас трое сейчас победителей студии, а 18 по второму, по второй серии. Или нет? По второму конкурсу. У них 34, но что мы всегда показываем, и это отмечалось, и на уровне, там, того же конкурса президентских грантов, это хорошая эффективность участия, да, то есть у нас в среднем выигрывает каждая четвёртая заявка, в отличие от многих других регионов, которые проводят большую работу по тому, чтобы было много заявок, но потом, там, когда подводятся итоги, у них, ну, вот по той же, там, у Удмуртии, если сравнивать, у них было, по-моему, 206 заявок, из них победило 34, то есть, грубо говоря, там, каждая шестая. У нас каждая четвёртая. Это показатель, который мы выдерживаем уже, там, на протяжении, наверное, там, трёх последних лет. То есть у нас более ответственно подходят к написанию, да? Более качественные заявки, да, там, и я в первую очередь, наверное, скажу в том, что главные результаты этой работы, это та саморабота, которая организуется внутри организации, потому что многие организации, там, выиграв первый раз, дальше начинают уже основательно подходить к тому, чтобы каждая последующая заявка была очень качественная, очень продуктивная, там, вот тот же пример «Дорога и добра», которая, ну, на мой взгляд, сегодня в Кировской области, наверное, самые профессионалы топового уровня. А у «Дорога и добра» самый большой грант, как я понимаю, да, из тех, что... Да дело даже не в этом. Нет, не в деньгах? Дело даже не в этом. Дело заключается, в первую очередь, там, в баллах, которые получают организации. Сколько в этом году у вас за их? Ну, мы в этом немного получили. Да, Екатерина, может, немножечко поближе к себе чуть-чуть подвинуть микрофон, только не из-за провода, а вот за подставочек. Нет, я помогу сейчас, да. Ага, спасибо, Володя. 70 и 14 сотых, по-моему, если вы ошибли. Ну, вот, 70, это при проходном 65, да? Нет, в этом году повысили немножко проходной балл, был по-моему 69, если я не ошибаюсь. Ну, в любом случае, да, то есть это замечательные просто показатели, да, там, и мы, на самом деле, гордимся. Для нас, там, второй конкурс, наверное, характерен то, что в основном победили организации, которые уже имеют опыт побед, да, то есть не так много было представлено новичков. Но, с другой стороны, можно отметить, что вот эти 33 миллиона, о которых мы говорим, опять же, в перерасчете средний размер гранта у нас получился достаточно высокий, да, то есть у нас получилось, что где-то около миллиона 800 средний грант. И это тоже хороший показатель, потому что, ну, он характеризует в том, что нам начинают доверять в том числе уже более крупные суммы для реализации региональных проектов. И это там действительно является достаточно важным показателем, в том числе и с позиции того, на каком месте, или точнее, где в глазах фонда президентский грант, в глазах администрации президента находится Кировская область, как территория, где там работают некоммерческие организации, где существует там тема с развитием гражданского общества. Теперь бы просто хотелось, чтобы вот это вот, вот это все, да, там было перенесено у нас в понимание там нашими региональными чиновниками, да, там, и тоже ввело бы к тому, чтобы чуть-чуть менялись в лучшую сторону те условия, которые, собственно, там у нас есть в регионе. Потому что, несмотря на вот такую внешнюю радужность того, что есть, ну, там, со своими внутренними, со своей региональной внутренней программой мы испытываем большую-большую проблему. А хотелось бы отметить последнее, скажу, да, что... Я хотела спросить, это про региональные гранты? Это в целом программа по развитию гражданского общества, она требует там больших изменений. Хотелось бы просто еще один момент отметить, что вот раз уж мы тут о региональном конкурсе заговорили, и в этом конкурсе есть софинансирование со стороны фонда президентских грантов, то одним из главных критериев, которые использует фонд президентских грантов, когда решают, какую сумму дать региону, является критерий активности и результативности участия в некоммерческих организациях, конкурсах ВПГ. И поэтому вот этот вклад 18 организаций, это не просто победа одной организации, да, там, а это вклад в развитие там гражданского общества в Кировской области и обоснование в том числе на то, что нам там необходимо развивать и систему государственной поддержки. Это получается, что те организации, которые же опытные, которые не первый год участвуют и получают, выигрывают гранты, они, ну, вот своей репутацией, что называется, да, привлекают сюда средства, которые мы более маленьким организациям даем, если мы говорим про местный наш конкурс. Выступают своеобразным локомотивом, да? Абсолютно правильно. Тащат за собой. И, может быть, чуть-чуть вильнув в сторону от разговора о грантах, да, это вот буквально завтра стартует у нас второй слет некоммерческих организаций Кировской области. А мы о нем поговорим попозже немножечко. Вот, и название этого форума инициатива равно успеху. То есть вот как раз основная задача этого слета в этом году будет показ вот наших героев, наших некоммерческих организаций для того, чтобы стимулировать всех остальных быть инициативными. То есть есть идея и ее благополучная, успешная реализация. То есть доведение до логического завершения. Как от инициативы одного человека, от идеи, предположим, одного человека перейти к активности, локации, территории, там, целой группы людей. То есть вот об этом мы хотим, собственно, в рамках слета в том числе поговорить. А, кстати, в списке представителей от Кировской области, может быть, есть случаи, кто побеждал, но в этом году не удалось? Есть, конечно. У нас 70 заявок было подано на этот конкурс, то есть вот 18 победило, соответственно, как бы есть те, кто не побеждает. К сожалению, в пролете, да, что называется, оказалось? Опять же, не к сожалению, да, то есть, опять же, это там, это работа вперед. Уже 1 сентября стартует следующий конкурс президентских грантов. Поэтому, собственно, времени на то, чтобы... Доработать проект. То есть можно же никто же не запрещает. Сидеть и плакать нет, а вот на то, чтобы доработать проект, времени уже... Никто же не запрещает, да, тот проект, который, например, подавался на второй конкурс, немножко переформатировать, что-то там исправить, например, да, какие-то... Работа над ошибками, это то, к чему постоянно фонд президентских грантов призывает. Продить работу над ошибками, подаваться снова и как бы побеждать. Ну, давайте эту важную вступительную часть, видимо, уже завершаем. Завершим и переходим к проектам. К конкретным, да, проектам. Переходим. Переходим. И он тоже победитель. У нас 4 победителя. 4 победителя. 4 победителя. Елена Сунцова, методист, напоминаю, Межрегионального центра инновационных технологий в образовании. Давайте о своем проекте. Что, как, почему? Да, еще раз добрый день. Я представляю образовательную организацию. И, соответственно, у нас тематика нашего проекта тоже образовательная. Мы работаем в сфере образования много лет. Работаем как со студентами, которые будут в будущем учителями, так работаем непосредственно с педагогами. И вот на этом стыке, когда мы реализовывали проекты на оригинальном уровне, в том числе, мы стыкнули ситуацию, что у учителей на сегодняшний день есть определенный запрос в том, чтобы проводили, ну, там проводилось определенное количество воспитательных мероприятий. Как мы знаем, у нас сейчас сеть интернет просто перенаполнена огромным количеством информации, но вся она не очень высокого качества. И поэтому для того, чтобы подготовить качественные мероприятия, воспитательные, учителю нужно потратить огромное количество времени. То есть у учителей появился запрос. Общаясь со студентами, мы поняли, что они горят желанием, у них огромный потенциал, энергия, поэтому куча креативных идей, поэтому мы решили их просто друг с другом состыковать. Так, друзья, это студенты, которые учатся на педагогических специальностях. И не только. И не только. И у них есть, например, желание поработать со школьниками. Да, всё верно. Может быть, они какие-то плюсики у себя в университете за это получат. В том числе. И есть учителя, у которых есть задача провести интересные, внеклассные какие-то мероприятия, но у них не хватает времени на то, чтобы в сервисе интернете искать какие-то новые идеи для организации. А у студентов это время есть. Да, Анна, практически всё верно сказали. Да, мы делаем упор именно на то, чтобы это были инновационные формы. То есть мы сопоставляем в наших проектах вместе опыт педагогов и креатив студентов и их энергии. Ну, приведите пример. Что может в качестве такого ноу-хау быть в этом направлении? Вот мы посмотрим, как только мы начнём работать. А, то есть мы ненавязываем. Сейчас это кропотливая работа, сейчас она начнётся. Всё верно. То есть сейчас, так как вы правильно заметили, у нас не только студенты, которые будущие педагоги, но в том числе и студенты, которые хотят работать с детьми, но обучаются на других направлениях подготовки. И поэтому у нас в том числе будет большой образовательный блок для того, чтобы какие-то основы педагогики, психологии обучить, для того, чтобы мероприятие было качественно выстроено. А почему называется проект «Педагогическая забота? О ком забота?» Заботимся в первую очередь об учителях для того, чтобы создать максимально комфортные условия для работы. Мы понимаем, что огромная сейчас на педагогов нагрузка, касается и бумажной работы. Поэтому, чтобы угнаться за всеми стандартами, чтобы всё делать вовремя, мы решили провести такую с нашей стороны заботу о наших педагогах. Ну вот, а с одной стороны, с другой стороны, мы, понятно, выстраиваем постоянно эти нити наставнические между педагогами и студентами. И студенты, работая со школьниками, уже тоже чувствуют себя в том числе наставниками. А вы как-то выбрали уже те школы, в которых учителям посчастливится немножко, разгрузится? Да, у нас на этапе подготовки заявки, коллеги все знают, что готовятся всегда партнёрские письма поддержки. То есть там должны быть письма поддержки. Поэтому на входе у нас предварительно договорённости достигнуты с 21 лицеем, с 37-й школой. Это то, что касается города Киров. Но наш проект, он будет межрегиональный. Мы не только будем работать на наш город, несмотря на то, что здесь будет базовая площадка. Но с нами ещё будут работать коллеги в Чебоксарах, в Сыктывкаре и в Нижнем Новгороде. Соседи, получается. Да, почему именно они? Ну, по личным контактам, потому что мы в проекту увлекаем тех, кому мы в том числе доверяем. Поэтому начнём работу. У нас проект начинается с сентября, но уже сегодня у нас подготовительная работа, конечно же, идётся. Вот-вот, я хотел заметить, да, сейчас же сезон отпусков. Ну, дайте педагогам отдохнуть немножко перед домом вечериного года. Отдых — это не про нас. Поэтому мы уже начали свою работу активно. Ну и раз мы заговорили про партнёров и про партнёрскую поддержку, да, вот я всё-таки пользуюсь случаем. Скажу спасибо, слова, ну вот, спасибо и огромное слово благодарности нашим партнёрам. Всегда в наших проектах научным партнёрам уступает Вятский госуниверситет. Ну и понятно, что в информационном поле нам тоже очень важна поддержка. И здесь нас поддерживают всегда и Министерство образования Кировской области, общество знания, региональный ресурсный центр, общественная палата. То есть вот это наши такие партнёры, которые всегда с нами и, соответственно, это и повышают конкурентноспособность заявки на этапе экспертной оценки. А сколько человек вообще собираетесь охватить этой заботой педагогической там тоже, наверное, как количественный показатель фигурирует? Мы перед собой ставим вот цель привлечь, задачу такую привлечь не менее чем 300 студентов. Как показывает практика, как только проект стартует, то этот показатель, скорее всего, будет больше. А не может такого быть, что он будет меньше? Просто кто-то не рассчитает свои силы и захочет, а потом поймёт, что у него сессия на носу. Если говорить о педагогических специальностях, мне что-то сейчас кажется, что 300 не наберётся, наверное. Нет, у нас вообще в среднем на всех направлениях педагогических подготовки на каждом курсе обучается, ну, среднёно сейчас, да, мы говорим, примерно 300 человек. 340, там, 250, 80 от курса. Вот, но я напоминаю, что у нас 4 региона будут задействованы. А, это всё вместе. Да, 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 понятно. И, ну, мы планируем, что не менее, там, 80 мероприятий мы тоже проведём воспитательного характера в разных организациях. В том числе, чем отличается опытный проектировщик, в том, что он при составлении заявки всегда имеет в голове, в том числе, вот, небольшие люфты, да, понимание того, как эти количественные показатели могут быть достигнуты. Елена абсолютно права, там, что даже, там, может быть, их скромные прогнозы о том, что это, там, по факту окажется 500, на деле может оказаться, что их ещё больше окажется. Но 300, это, там, тот... Средняя цифра, получается. Я бы сказал, минимальный, минимальный, да, который, собственно, гарантированно уже, там, сейчас пониманием, что это целевая аудитория есть. Вы как-то планируете потом его тиражировать, этот проект? Да, вот, очень правильный вопрос, потому что, вообще, у нас специфика всех наших проектов, у нас это, получается, уже третий проект, который мы будем при поддержке фонда президентских грантов реализовывать. Мы для себя избрали такой путь, что мы своими проектами выстраиваем такую своеобразную площадку для апробации какой-то технологии. После этого мы эту технологию упаковываем до готового решения, и она полностью готова к тиражированию. То есть, точно так же, вот мы по предыдущим своим проектам, сейчас у нас как раз только что завершился предыдущий проект, мы готовим пособие, готовим методическую литературу и отправляем её в ВУЗы, которые готовят студентов, будущих педагогов, отправляем во все школы, которые, ну, если это оригинальный проект, то понятно, что мы отправляем в нашем регионе. У нас в предыдущем проекте у нас были представители многих регионов, поэтому мы и с ними работали, в эти школы отправляем материалы. Поэтому это всё упаковано уже будет под ключ с учётом тех доработок, да, вот которые мы обнаружили, если мы обнаружим какие-то там бреши, да, минусы в нашей работе. Ну или наоборот, какие-то находки, да. Да, мы это всё доупаковываем и готовы тиражировать в любые территории, ну, понятно, что там под территорию нужна будет, да, сказать... И все остальные желающие смогут абсолютно свободно этими материалами пользоваться. Да, всё верно, мы публикуем все наши материалы, да, и по итогам вот этого нового проекта мы планируем, что лучшие разработки мы точно так же опубликуем в сборниках, потому что вот качественные разработки, потому что у нас включена и научная экспертиза всех, вот, работы, и педагогами опытными, поэтому мы надеемся, что всё-таки результат в очередной раз всех порадует, и самое главное, что мы вот эти связи студентов, которые хотят прийти в школу, не потеряем с этими школами. Сроки реализации весь следующий учебный год? Учебный год, всё верно, да, то есть у нас проект рассчитан на учебный год, потому что было комфортно работать с нашей целевой аудиторией. В общем, в 21-м лицее и 37-й школе будет много студентов. Мы готовы менять все заявки от всех желающих, да, поэтому будем ждать. Да, контактные данные, кстати говоря, есть, я так понимаю, что и в региональном центре, и мы, если что, тоже сведём с нашими гостями, если вдруг есть желание как-то поучаствовать. К Александре Соболевой перебегаем, передвигаемся. Сейчас много с микрофона, да. Председатель Кировской общественной организации помощи больным муковисцидозом «Воздушный шар» и куратор проекта «Лёгкое дыхание», да, как я понимаю? Ну, да. Да. Давайте рассказывайте вы про ваш проект, что это будет, для кого это, для родителей детей, для самих детей. Так, ну, вообще, наша организация создана была изначально, и представляет она пациентов с муковисцидозом. В основном, конечно, это родители детей с муковисцидозом, это редкое заболевание, ну, можно сказать, что самое часто встречающееся из редких заболеваний. Мультиорганное, то есть поражает многие органы и приводит к сокращению жизни пациента. Вот. Всего в нашей области на текущий момент 43 таких пациента, из них 32 ребёнка и 11 взрослых. Взрослые – это старше 18 лет? Да, взрослые – это все старше 18 лет. Вот самый старший, насколько я знаю, по-моему, 28 лет. Ну, вот, к сожалению, большому в России пока ещё медицина, как я понимаю, не готова продолжительной жизни поддерживать настолько, насколько это в странах, где специальные программы работают. Но современная медицина всё-таки даёт нам уже надежду на то, что наши дети проживут вполне, ну, полноценную жизнь, как обычные люди. Дело в том, что наши пациенты полностью зависят от лекарств, от различных препаратов, от медицинских изделий, и далеко не все получают бесплатно в рамках лекарства. А препараты очень дорогие? Ну, препараты, да. Тут даже больше момент идёт относительно различных медицинских изделий, которых нет в перечнях, и которые пациенты регулярно получают. Приспособления медицинские, там, да, для облегчения дыхания. Да, ингаляторы, дыхательные тренажёры различные, там, стерилизаторы для медицинских изделий, рециркуляторы. Вот, чтобы было понятней, наверное, это все поймут сравнение, у нас, наконец-то, вроде как, миновала пандемия, и вот тот режим, образ жизни, который мы были, особенно, вот, 20-21 год, когда маски, антисептики, рециркуляторы, вот, это обычная жизнь пациента с муковисцидозом. И траты, конечно, для семей огромные. Есть семьи, в которых двое детей с диагнозом, с муковисцидозом. Есть взрослые, которые, вроде как бы, удалось сохранить до совершеннолетия, но потом уже всё-таки общество смотрит на них, ну, вроде как, ты же ходишь, ты же дышишь, нормально, зачем тебе инвалидность, и, вроде как, иди работай. Человек не может нормально работать, не может всё это себе купить. И наш проект как раз призван обеспечить вот эту вот минимальную базовую необходимость для наших пациентов. Он предусматривает обеспечение медицинскими изделиями, это, там, годовые наборы для ингаляторов, стерилизаторы, пульсоксиметры, рециркуляторы, дыхательные тренажёры. И ряд занятий, обучающих со специалистами. Для родителей. Для родителей. Как этим всем пользоваться. Да, и для взрослых пациентов. Как пользоваться, как обращаться, как эксплуатировать, как правильно проводить ингаляции и так далее. То есть, конечно, изначально мой проект был значительно шире, но когда я уже приступила непосредственно к оформлению заявки, я поняла, что для начала нужно оформить, обеспечить базу. И далее, да, и далее мы уже будем идти в следующее. Очень было страшно подавать заявку. А, то есть, вы первый раз, да, в этом году? Да, мы первый раз вообще подали заявку, вообще первый раз. И я себя поймала на мысли, что 10-го числа, когда были подведены итоги, я сначала боялась, ой, да, наверное, мы не победим. Мы не победим. Как только я узнала, что наша заявка победила, у меня сразу в голове, так, дальше. Сейчас мне нужно прописать следующее, да, вот на следующий проект. Аппетит приходит во время еды. Да, да, да. У нас реализация только на четвертый квартал запланирована, но сейчас, да, у меня уже каждый день мысли крутятся, что вот нужно вот сюда, вот сюда, вот это, вот это. То есть, дальше, да, есть продолжение уже. Простите, сейчас, возможно, сложно. Я задам вопрос, все мы понимаем, в какой ситуации живем в последние месяцы. А с поставками вот этого рода вещей сейчас у нас нет проблем в стране? Я повторюсь, вопрос сложный наверняка. Я поняла, да. Ну, по лекарствам у нас, в принципе, нет проблем. Единственная проблема это, ну, все мы, наверное, слышали, круг добра. У нас тоже два препарата попало вот в этот перечень круга добра. И с поставками, да, действительно, сейчас май были серьезные там проблемы. Надеюсь, все отрегулируется. Вот. По остальным препаратам, в принципе, нормально. Медицинские изделия пока что никаких таких серьезных проблем. Благо, различных аналогов и наших производителей, зарубежные, которые возятся в страну, пока что не наблюдается. И вот, опять же, десятого, после подведения итогов, я сразу же, конечно, села мониторить цены, потому что та стоимость, которая закладывалась еще там в начале февраля... Совершенно другие цифры уже сейчас понятное дело. Да, я посмотрю... Да нет, кстати. Кстати, нет. С уходом пандемии, да, на некоторые все-таки... Полегче стало? Да, рециркуляторы, пульсоксиметры, спрос снизился, поэтому цены немножко снизились, что меня порадовало. Этой заботой будут охвачены все ваши подопечные? Всех получится? Нет. По какому принципу? Пока что у нас будут обеспечены 26 пациентов, но это и дети, и взрослые. Не только из Кирова, но и из наших районов, да, из различных районов области, там вплоть до Уржума, Кельмези, то есть как бы... Семьи уже наверняка в курсе. Конечно, потому что, смотрите, предварительно, прежде чем писать, все это я с каждым индивидуально обсуждала, в чем нуждаются. То есть для нас очень важно, чтобы каждый пациент получил именно то, что ему нужно, а не то, что считаю даже я, мама с ребенка с пациентом, ну, ребенок с муковисцидозом. У меня могут быть потребности одни, у другого пациента могут быть другие. Поэтому я с каждым индивидуально обсуждала, что нужно. А вы их по какому-то принципу отбирали? То есть это все-таки семьи, которые не могут себе 100% позволить это? Как? Ну, сложно. Я просто представила себя на вашем месте. Как вот понять, что этому дадим, да, этому помощь? Я думаю, что морально это очень непросто распределять. Если честно, все, кто были на связи, вот они сюда попали. К сожалению, не все пациенты на связи, не все хотят этой связи. Понятно, понятно. Годовой запас, вы да, сказали, будет сразу же предоставляться? Ну, там как бы... Или в зависимости... Что-то, да. Я понимаю, что ситуация может быть индивидуальной. Например, там сменные наборы, а не годовой набор будет, а такие, как, например, рециркулятор, там пульсоксиметр, они, конечно, рассчитаны на более длительное использование. Ясно. Ну, я думаю, что можно, да, дольше говорить, но просто, да, хронометраж, там, и формат именно такой радиобеседы не позволяет во все нюансы углубиться. Но я думаю, что мы все равно делаем немаловажное дело, как говорится, знакомя наших слушателей с тем, что действительно есть такие замечательные люди у нас, которые берут под свою опеку, под свою заботу большое число людей, нуждающихся. Ну и что, к следующей гости переходим? Переходим к Екатерине Каретниковой, Дорога и Добра, клинический психолог и руководитель образовательного отдела организации, ну и куратор тоже, я так понимаю, да, вот этого проекта, или один из авторов? Давайте скажу, что координатор. Координатор, хорошо, хорошо. Как у нас, говорит, Елена Ленкова, говорит, что возьми на себя. Так, вот что-то у нас как-то провод мне не нравится, он так шуршит страшно. Екатерина, давайте еще пробовать. Говорить. Еще раз? Да, да, нет, 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 вас слышно, но как-то... Не очень, не очень хорошо, но вы погромче просто говорите и поближе к микрофону. Так, ваш проект, напомните, как называется? У нас системная поддержка семей, воспитывающих детей с аутизмом, двоеточие, расширяем сервис, делимся опытом. Если говорить про проект, то есть, ну, все понятно, да, то есть дети с аутизмом, тема очень популярная сейчас, и на самом деле это, наверное, одно из самых распространенных... Распространенных популярных, я бы сказала. К сожалению, да. Одно из самых распространенных заболеваний на сегодняшний день вообще в общем мировой статистике. Если брать статистику России, которая приводится, хотя она имеет свои все-таки, так, погрешности, скажем, это 1% детей, детской популяции на 2020 год, это большие цифры. Но мы должны понимать, да, что это те дети, у которых стоит уже диагноз аутизм, а есть те, которые еще не диагностированы должным образом, либо у них есть сочетанные нарушения развития, и аутический спектр стоит как на втором месте, то есть он не входит в... То есть сложно включить именно вот в этот, да, круг. Тогда он уже не считает, что это ребенок с аутизмом, а просто как сопутствующее состояние. Но кто работает с ребятами с аутизмом, хорошо понимает, что те особенности, которые накладывает вот данное состояние, они очень много что объясняют в поведении. Это на самом деле то, что заставляет родителей и вообще специалистов очень сильно и активно включаться в поддержку помощи, в оказание вообще помощи таким семьям. Наша организация, то есть уже существует 11 лет как организация, и 7 лет как у нас есть наш центр замечательный «Дорога и добра». В начале у нас были единичные там ребята, у кого был диагноз аутизм, но так как сервис был совершенно хороший, мы очень быстро выросли. То есть если мы начинали с 30 семей, где в основном это были ребята с генетическими нарушениями двигательными особенностями развития, то потом вот приток как раз новых уже благополучателей, это были как раз семьи, где ребята с аутизмом. Я в принципе была приглашённый специалист именно для диагностики и как бы оказания занятий, вот именно проведения таким ребятам. И сейчас, на сегодняшний день, вот мы посчитали, поскольку у нас в центре ребят, у кого стоит такой диагноз, это более 100 человек, 100 семей, которые у нас ходят регулярно к нам на занятия. И это не только из областного центра, мы знаем, что к вам специально приезжают. Это четвёртая часть, да, вот от всех ваших благополучателей. Но у нас на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, если мы никого не взяли за последние дни, 378 семей, которые регулярно получают поддержку, плюс порядка 600 семей мы консультируем ежегодно. Так как мы недавно вошли в реезд доказательных практик, да, то есть Россия, и сейчас мы являемся стажировочной площадкой некоторых фондов, и стажировочной площадкой нашего института развития, повышения квалификации для специалистов, то, соответственно, как бы слава множится и обращений уже больше. То есть мы сейчас консультируем и из других регионов семьи, и за счёт того, что вот у нас были проведены стажировки для других регионов, сейчас мы консультируем, я не знаю, мне кажется, от Новороссийска до Владивостока, ну, потому что на самом деле это очень важно. Средства связи позволяют это делать, да, выходить? К счастью, да, и нам было очень важно именно сделать тот проект, вот, да, то есть к проекту возвращаясь, не просто оказать системную поддержку жителям нашей области, да, а сделать так, чтобы эта помощь множилась. Поэтому у нас основным таким направлением является именно тиражирование нашего опыта, который мы считаем, он эффективен. Потому что запрос от организаций, которые к нам обращаются, он достаточно объёмный. И поэтому у нас появилось вот пять организаций, которых мы берём на, так скажем, на курацию. На патронаж. Да, это тоже будут наши благополучатели, наши партнёры. Это пять регионов, это те организации, которые сами обратились к нам за такой поддержкой, и у нас появилась возможность их включить и учить их специалистов, и консультировать их семьи. Это насколько отдалённые от Кировской области регионы, то есть вот мы, если к проекту Елены, там, соседи, то у вас? У нас есть Краснодарский край, у нас есть Алтайский край, у нас Костромская область, у нас Новосибирск, насколько я помню. В общем, разбросаны по стране. Ну, да, да, то есть мы так это широко. Широко. Ну и тот же вопрос, да, почему именно эти регионы, потому что раньше были с ними, да, определённые связи. Какие-то налаженные контакты и связи. Есть, да, те организации, с которыми мы общаемся, есть те организации, которые тоже поддерживают семьи, у которых есть ребята с аутизмом, и есть организации, которые создались на наших глазах. То есть это была организация в рамках социальной там поддержки, но, пообщавшись с нами, они сделают свою НКО. Понятно, выросли. Убегаем на рекламу, вернёмся после неё с Екатериной ещё продолжим. Продолжаем дневной разворот. Говорим сегодня об итогах конкурса фонда президентских грантов. Победители конкурса, часть победителей в нашей студии сегодня. И не последний конкурс это, да, скоро будут ещё. Да, и не последний конкурс будет ещё в сентябре. Продолжаем мы с Екатериной Каретниковой, руководителем образовательного отдела организации «Дорога и добра», про их проект «Разговаривать», проект «Помощь семьям, которые воспитывают детей с расстройством аутистического спектра». Не только в Кирове, как мы выяснили, но и в других регионах тоже. Да, и то есть как бы вообще важным таким направлением в рамках нашего проекта, то есть почему мы его создали. Вроде работаем уже давно, да, то есть и знаем, как работать. Но понимаем, что технологии не стоят на месте. И у нас была такая идея, что всё-таки есть такой единорог, да, который зовётся как в помощь, да, в поддержке семьям, у кого ребята с аутизмом. Это пригодной анализ поведения. Очень дорогостоящая процедура, да, вообще методика. И мы очень хотели, чтобы у нас всё-таки специалисты тоже ей овладели, то есть чтобы это было командно. Соответственно, стоимость такого обучения весьма велика. И вот благодаря реализации этого проекта, то есть мы сможем сейчас это сделать и обучить ещё специалистов дружественных нам организаций тоже этим же приёмам. Это на самом деле очень сильно будет способствовать развитию детей и снимать некоторые напряжения и с родителей, потому что родители получат тоже те приёмы и техники, как можно работать, как можно развивать своего ребёнка. Потому что аутизм – это не болезнь, которую можно вылечить таблеточкой. То есть это то состояние, с которым живёт и ребёнок, и его семья. И самое главное, чтобы они не оказались все вот в таком, в аутистическом спектре, чтобы вся семья всё-таки не могли выходить в общество и здесь быть такими же гражданами нашей страны, как и все остальные. — Екатерина, постойте, чуть недопонял. Вы будете непосредственно с семьями работать, то есть давать им эти специфические знания, или вы будете учить специалистов, которые уже будут работать с семьями? — Смотрите, у нас вот в этом и заключается сложность этого проекта. Он очень объёмный, да, то есть мы продолжаем оказывать поддержку нашим семьям, которые посещают наш центр. Мы обучаем специалистов и делимся той практикой, которая сейчас уже есть в регионы. Как всегда, мы обучаем наших специалистов, чтобы они были суперпродвинуты и максимально подготовлены к любым моментам. И то, что вот, да, про новый сервис. То есть мы создадим специальную такую программу поддержки родителей, которые только недавно узнали о диагнозе аутизм, находятся на этом распуте. То есть куда бежать, какую таблетку давать, какие процедуры делать, чтобы было хорошо. К сожалению, такой практики у нас в регионе нет. То есть мы знаем, что есть программы, которые работают, это зарубежные программы, которые реализуют различные фонды. Но доступ к ним тоже бывает очень закрыт. Но это не значит, что другие семьи не нуждаются. Это была моя мечта такая сделать, чтобы это существовало. Ну, я несколько лет работала в психиатрической больнице, да, то есть в детском отделении. И видя с теми глазами, с которыми выходят родители, то есть это было очень больно. Потому что, да, ты получаешь диагноз, а больше ничего. И тут вот самая паника, да, что называется. А как дальше-то жить? Что предпринимать? Да, потому что ребенок растет, сервисов нет. Ну, соответственно, у нас нет. Ты понимаешь, что твоему ребенку плохо, и ничем не можешь ему помочь. Да, и получается чувство вины, да, то есть некоторые, да, потому что это замкнутый круг, по которому ты ходишь. Получать какое-то дорогостоящее там обучение, ну, это очень сложно, потому что не знаешь, куда идти. Сейчас очень большой рынок того, что можно предложить семьям, у которых ребята с аутизмом. И это не всегда хорошо, потому что есть, например, есть доказательные практики, да, то есть есть методы с доказанной эффективностью. И, к сожалению, их не очень много. Но когда человек находится вот в такой панике, то он соглашается на многие вещи, которые потом, уже спустя некоторое время, они кажутся, как вообще можно было на это решиться, как можно было доверить чему-то вот, да, жизни ребенка. Поэтому мы за доказательность, конечно, тех технологий, которые мы используем в своей работе, мы понимаем, что в каких-то моментах нам нужна будет и поддержка медицинских специалистов. Поэтому мы с ними дружим, мы стараемся находить партнеров не только в Кировской области, но и в других регионах. И, соответственно, то есть самый основной подход – это психолого-педагогический. Но в этом мы достаточно сильные, как я считаю. И я надеюсь, что мы будем еще таким большой глыбой, которая на самом деле будет распространять эту практику. И семьям в нашем регионе станет намного проще. По крайней мере, я это вижу по тем ребятам, которые ходят к нам в центр. Я правда очень горжусь теми семьями, которые прошли часть пути вместе с нами и добились, может быть, не тех идеальных результатов, которых они мечтали. Но добились результатов. Но результаты есть, да, и не очень значимые. Меня просто сейчас накрывает, что называется, постепенно осознание того. Просто мы очень часто в этой студии говорим о каких-то сиюминутных вещах, да, то есть о событиях, которые происходят здесь и сейчас. А сейчас у нас собрались гости, и мы говорим о том, что, не знаю, не побоюсь этого слова, что будет всегда. То есть это не просто на долгие годы вперед, да, ваши работы и педагогика, и муковисцидоз, и проблемы аутизма. То есть настолько важные темы затрагиваются в рамках деятельности некоммерческих организаций, да. Ну, на самом деле, два момента тут, наверное, отмечу, да. Там первый момент. Существует же изначально понимание того, что такое НКО, да, что НКО появляется и работает там, где государство считает, что проблем нет. Вот, если, предположим, государство считает, что вот в этих отраслях все хорошо, все сделано, да, а родители и дети так не считают, да, там. Ну, или государство против просто сейчас не до этого. В результате появляется... Нет, государство не может быть в других более важных задачах, чем качество жизни своих жителей. И второй момент, это вот как раз, наверное, позитивный момент, что действительно наши там организации выросли из уровня там, дайте мне денег купить компьютер, да, там, до уровня того, что у нас есть громаднейший потенциал, который мы там готовы делиться там с другими, для того, чтобы там решать эту проблему уже там не только в пределах города Кирова или Кировской области, а... Межрегиональный, всероссийский уровень. Да, на более широкий уровень выходить. Пять минут у нас остается до конца эфира. Быстренько подключаем к нашему разговору Елену Зорину, заведующую Домом музеем Яна Райниса в Слободском. В Слободском будет реализован проект, который называется «Карету мне, карету». Причем здесь Чацкий и горе от ума. Да, да, да. Елена Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. На территории музея, как мы вчера с Еленой Геннадьевной выяснили, находится каретник. Каретник – это старейшее деревянное строение, да, в Кировской области, сохранившееся. Ну, в Слободском тоже точно. В Слободском точно. Так, что такое каретник и что вы будете с ним делать во время вашего проекта? И причем здесь горе от ума, да. Хочется сказать о каретнике. Каретник – это деревянная постройка наша хозяйственного назначения. Он на территории музея. Она находится на территории нашего литературно-художественного музея. И в ней определено место для транспорта, телек, саней. Также есть место для хранения дров, так как мы знаем, что отапливалось все печами. Находится место для хранения хозяйственных орудий, которые вот нужны были в быту людям. Ну, и также сеновал – место для хранения сена, которым, возможно, и лошадь кормили. Но лошадь содержалась в другом месте. В частности, это чисто хозяйственная постройка. И вы хотите ее восстановить и потом вашим посетителям проводить экскурсии. То есть это немножко как в этнографическом музее чуть-чуть получается, да? Да. У нас вот есть такая задача – сохранить и актуализировать деревянный каретник, включить его в современную жизнь городских сообществ и как бы обновить окружающее пространство. Потому что рядом с нашим домом, домом-музеем Мещанина Васильева, находился кинотеатр «Грёзы». Также через забор рядом был пруд. Кстати, мы имеем виды и на пруд. Хотим его приватизировать, чтобы вот уже как бы возродить… Это, видимо, уже в будущих грантовых корпусах. Да, возродить прошлое, чтобы во всей красе. И, конечно же, хотим, чтобы каретник стал центром притяжения и общения для разных возрастных групп. Объектом туристского показа планируем создать вот такие вещи, как птичник, потому что владелец дома был членом Всероссийского императорского общества любителей декоративной птицы. Поэтому у нас тут будут еще и птички. Также вятские кузнецы-умельцы по старинной фотографии. Есть вот с ними уже договоренность, что реконструируют карету так, чтобы вот карета в каретнике. И мы хотим показать спектакль из жизни мещанского сословия, созданный по эпистолярному наследию, публикация в газетах. И такой создадим театральную постановку в духе, ну, вот таких дачных вечеров, потому что назрела вот такая необходимость по репрезентации именно данного объекта, потому что современная молодежь, вот, сталкиваясь с тем, что уже не знают, что такое прялка, как топятся печи, какой был быт вот у наших с вами предков, чем они занимались. И вот поэтому мы хотим просто вот сделать такую репрезентацию. Понятно, понятно. Но это хорошая, хорошая история. Я часто, вот, я почему-то в Кировской области не знаю, когда это реализуется, вот что-то подобное, да, какой-то музей народного быта или что-то такое. А вообще во многих же странах мира это есть. То есть там и животные, и птицы, и ходишь ты мимо этих домиков, можешь зайти, посмотреть, как они жили. Зайдешь, посмотришь, думаешь, Господи, Боже мой, спасибо за то, что я в 21 веке родилась и живу, да. Елена Геннадьевна, а сроки реализации этих всех задумок? Мы начнем работать уже в июле. Первые там договора, первые там нужные там вещи будем начинать с июля. Ну, подрядчиков нужно ведь искать, да? Да, конечно, ремонтировать, да. К 23-му году планируем закончить, потому что очень быстро по срокам, и команда проекта будет разделена. Кто-то будет работать в таком творческом аспекте, а кто-то более вот в таком практическом, как стройка, реконструкция, вот каретника. Так что работы всем хватит. И думаем, что будет очень интересно и востребовано. Очень надеемся, что все получится, потому что в Слободской мы ездить любим. Слободской очень красивый город, кто еще не был, всех туда приглашаем. Елене Зориной, заведующей Домом-музеем Яна Райниса, спасибо большое. Нам пора закругляться. Очень быстро и коротко мы скажем еще раз про то, что вот буквально, буквально когда? Завтра стартует слет некоммерческих организаций. Здесь уже второй, насколько я помню, да, в Кировской области. У вас там участники, определены список участников или можно еще заявиться? Ну, на самом деле там мы скорее всего столкнемся с тем, что много окажется тех, кто не зарегистрировался. Поэтому официально-то, конечно, да, регистрация. Есть? Она официально закрыта, но неофициально мы, понятно, что никого выгонять не будем. Через общество знаний можно попробовать попроситься. Самый приятный показатель для нас в том, что примерно 70% тех, кто заявился, это те, кто не был на прошлом. То есть это новички? Это новички. Прям две трети почти что, да? Две трети есть. Это первый показатель. И второй, как бы завершая весь сегодняшний разговор, где-то порядка 80% участников, во-первых, готовы презентовать свою деятельность, то есть готовы рассказывать о себе и, помимо всего прочего, готовы еще и проводить отдельные занятия, мероприятия, секции для всех остальных. Это как бы вот к вопросу. Это показатель. К тому, как мы делимся практиками. Ну, я думаю, что это повод для отдельного большого разговора, да? Да, по итогам слета и тех проектов, которые там родятся. Спасибо большое нашим гостям. Спасибо, удачи в работе всем. Елена Сунцова, Александра Соболева, Екатерина Каретникова. Спасибо вам за интерес к этой теме. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok